В хорошую погоду это любимое место для прогулок Юлии Дегтяревой с дочерью. Эмоции от общения с голубями у двухлетнего малыша неподдельные. Конечно, радость. Потому что куда еще пойти больше. И пойти некуда, и посмотреть не нужно. Здесь хотя бы мы птичек смотрим. Голубятня в центре города, как неофициальная визитная карточка покачей. Птицы здесь почти ручные. И нет, наверное, ни одного горожанина или гостя, который бы не угостил пернатых. Правда, вместе с радостью для детей и взрослых голуби приносят и проблемы местным предпринимателям. Старший продавец магазина на площади Рая Мамаева против пернатых лично ничего не имеет. Но беспокоится за покупателей. Птицы досаждают владельцу магазина рядом с площадью. Их прикармливают прямо возле дверей торгового центра. Оттого голуби чувствуют себя здесь чуть ли не хозяевами. А порой пытаются стать и клиентами мини-маркета. Есть такой момент, что они залетают в помещение, садятся во внутрь помещения, конечно, в сам магазин мы пытаемся не допускать такого момента. А вот при входе в фойе, в зону, где у нас шкафчики стоят, камеры для хранения, туда залетают. Речь об антисанитарии. В магазине открыты витрины, фрукты и овощи. Но мало кто задумывается, что оседает на продукты питания. Для горожан голуби стали настолько привычным явлением, что их существованием рядом многие даже не замечают. Птицы воспринимаются практически как полноправные члены общества и, в принципе, даже никому не мешают. Знаете, я дома на подоконнике кормлю. А уж что уж тут говорить. Ну, нравится детям, пусть кормят, ради бога. Ну, а что с ними делать? Ну, вот вы, как считаете, мешают они или пусть кормят? Мешают, много развелось. Я считаю, да. Да, скорее всего, не бороться, просто нужно чуть подальше, чтобы они не были рядом с магазином. Потому что многие, не отходя от двери, они начинают рассыпать корм. Поэтому, конечно, хозяевам не нравится. Просто чуть подальше. Голуби-то никуда не улетят. Уже и деткам интересно, и люди привыкли. Просто чуть подальше. Просят не рассыпать крупу и семечки прямо у дверей в магазин и сами продавцы. Многие к просьбам прислушиваются. Ну, извиняются, конечно, да. Ну, там ребенок, там плакал, видимо, чтобы успокоился, есть такой момент. А так, нет, нормально, измените, там, самое. Что-то не подумали, бывает такой момент. И вот, пользуясь случаем, хотел попросить жителей города, гостей, мамочек с детьми, чтобы по возможности кормили чуть подальше от торгового центра, ну, в зоне скамеечек. Истреблять стаи птиц владельцы магазина, конечно, не намерены. Кстати, приносят потомство голуби до семи раз в год. Если бы не опасность заражения от уличных пернатых, можно было бы вообще не поднимать эту тему. То, что голуби могут быть переносчиками опасного заболевания, повод задуматься не только хозяевам торгового центра, но и жителям. Наряду с декоративными птицами голуби могут быть источником заболевания под названием орнитоз. Он регистрируется в основном в большинстве стран Европы, а также Америки, Азии, почти у 150 видов птиц. Восприимчивость корнитозы у людей высокая. Чаще заболеваемость регистрируется в зимний период. На территории города Покачи заболеваемости не регистрировалось за прошедший год, так же, как и на территории Ханты-Массийского автономного округа. Профессионатические меры — это своевременное уничтожение больных птиц, регулирование численности голубей и ограничение контакта с ними. Ограничить общение с символами добра и мира вынуждена необходимость, утверждают эпидемиологи, с которыми соглашаются и местные предприниматели. Голубятня вполне могла бы стихийно возникнуть в другом месте, нежели в центре Покачей. И это должны понимать жители северного города, которые все же не лишены риска заражения орнитозом.